Пауэрэнджер сегодня с Virtus.pro еще не встречают, хотя, ну, тут дабл элиминейшн нету, поэтому они никак не могли встретиться с VP, вот, ну, что ж, тут минус, минус Ио сразу же отвечают, минус Фурион, ну, очень тяжело, конечно, предсказать, вот, какие тут, ну, чем еще Пауэрэнджерс побеждали, Пауэрэнджерс еще побеждали инвокером, первый пик как раз-таки был у J4, и, то есть, если бы он не убирал бы Фурион, если бы он не убирал бы, инвокер, возможно, бы пикнул бы его сам, почему бы и нет, но не хочет, видимо, хочет забрать что-то другое, и на дабл пик Жотман банально не хочет отдавать инвокера с каким-то другим персонажем, ну, ладно, сейчас все, думаю, мы узнаем, и вот задумывается, мне кажется, сейчас с Жотом насчет бана Брюмастера, мне почему-то так кажется, потому что этот персонаж был наиболее эффективным количество раз у нас сегодня в Доте, сколько вот мы, это третья игра, по сути, да, два полуфинала, а главное его эффективность, он во всех играх был максимально эффективен, да, по-моему, Брюмастер не проигрывал сегодня, если я не ошибаюсь, наверное, как и на отборочных европейских на International, Ну, вот этого я не могу уточнить, потому что я не все отборочные видел, так, может быть, 50% европейских я только посмотрел, и там, собственно, парочку раз видел, да, вот, этого Брюмастера, но не могу, конечно, ручаться за то, что он там не проигрывал, проигрывал, наверное, Дума убирали, убрали, уже убрали Virtus.pro, пик Мираны от J4 и дабл пик сейчас у Жотана, то есть это может быть, опять-таки, тот же самый Operation, тот же самый Брюмастер, да, о котором мы так долго разговаривали, и которого вполне может сейчас Жотан забрать, и наверняка NS на нем будет играть, опять-таки это будет какой-то саппортищий Брюмастер, Ну, и, наверное, Ну, наверное, больше тут особо ничего и не скажешь. Ну, что, Бэтрайдер есть. Да, кстати, Бэтрайдер был бы неплох. Ну, пожалуйста, Бэтрайдер и Тринол. Да, про Тринта-то мы и забыли, да, Тринта начинает сейчас брать все чаще, банить его тоже начинает все чаще, то есть, в принципе, герой, который активно уже присутствует в Competitive Доте. И Габлак говорит, я же, он тут смотрит и говорит, ну, ребят, ну, я же плохого не пикну. Ну, почитать комментарии, конечно, к матчу Virtus.pro против Rockskiss на квалификациях к International, там многие люди, наверное, с тобой будут не согласны, что там до плохого не пикну, хотя это, опять-таки, остается на усмотрение Капитана. В любом случае, Габлаку виднее намного больше, чем кому-либо, по крайней мере, 90% людей, которые смотрели это на International, ну, квалификации, по крайней мере. Плюс Вингу еще забирают, ПР. Да, и вот Паня-то не Ликана все-таки год неплохо выписывал на Ликане в игре против... Против ДТ он играл на Ликантропе, если я не ошибаюсь. А вообще, тут уже мы вряд ли видим фармящую Вингу, скорее всего, это дабл-лейн какой-то с Мираной должен получиться, на мой взгляд. Может, конечно, я ошибаюсь, может, это Соломит Мирана. Да, но возможно... Синк очень любит, за что мне нравится вот этот вот игрок Синк. Синк, он очень часто играет на Патмесу Ламит и творит просто невероятные вещи, стараясь не пропускать ни одного матча, ни одной карты команды Клауд Найн. Минус Дизраптор, минус Шэдоу Демон. Как раз-таки могла бы получиться хорошая... А, ну тут, кстати, да, глупость, конечно. Винга здесь пикнута для того, чтобы контрить Бэтрайдера, это очевидно. Почему-то мне стало не сразу, не знаю почему. И Бремастер от Виртуз Про. Подустал немного, да. Бремастер от Виртуз Про на второй стадии драфта, они забирают Опрэйшн, они уже смогли забанить. Ну и вот J4 остается добрать буквально еще саппорты и два Сололейна в каком-то смысле, да. Ну, может быть, конечно, Мирану будет являться одним из Сололейн персонажей. Может, кого-то они все-таки туда доберут. Пока очень сложно утверждать, кто же, куда же все-таки пойдет Миран и кто на ней будет играть. Да, ну и ждем. Тем временем в бан уходит у нас Виртуз Про аппарат. Думает, J4. Дополнительного времени у него еще порядочно на принятие этого решения. Болевого. Да, тут, наверное, вот Бремастер, если будет саппорт Бремастер, саппорт Тринд. На харду может пойти, в принципе, и Бетрайдер может пойти на харду, и Бремастер вообще может опять-таки пойти на харду, если с ним, ну, как бы, Тринд ему будет Левенгарморами помогать. Все-таки Бремастера парочку раз я видел на хардлейне весьма успешно. Ну, сейчас он, по-моему, чаще именно в качестве саппорта выбирается. Остается минута у J4. А, пикает, погоди, чеширский кот пикает. Я что-то не смотрю. J4 на первом пике, ну, в смысле, на розовом слоте, но пикает и чеширский кот. Я не заметил вот это вот. Раньше была такая фишка, что кто на первом слоте, тот и пикает. А сейчас, короче, кто быстрее нажал, у того и тапки. Тот и пикает, да. У того и тапки, по сути. Поэтому тут я вот никак не могу от этой фишки отвыкнуть. Дарксир. Ну, окей. Вот уже один соло лейн персонаж просматривается, да. То есть он будет стоять один наверняка. Может быть на топе, может быть на боте. Непонятно. Это, наверное, зависит еще не только от того, что Power Rangers предпочтут забрать к парочке Мирана Винга, да. То есть это, возможно, какой-то сильный персонаж будет. И опять-таки это зависит от того, кого Virtus.pro поставят на лейн фарминг. Если там будет какой-то милишник, то Дарксир, мы прекрасно понимаем, он способен, ну, приятно, да. То есть спамить он шелами, чувак стоит, он пытается добить крипа, он коцается, и у него крипы постоянно под вышкой. В общем, проблема. Проблема, еще раз проблема. Вот, так что. Мы ждем, ждем пока. Пока тут сложно сказать. Жоттмок выберет. Четвертый пик. А вот Жоттму как раз не хватает, ну, наверное, в любом случае нужно будет брать кого-то попармить, это точно. Какого-то хорошего, наверное, такого кэри персонажа. Sky Bros. Mage от Virtus.pro. Интересно. Это интересный на самом деле действительно выбор, потому что это может быть как Solomit Sky Bros. Mage, как и Support. Может быть, это будет вообще фармящий Брюмастер, там, что-нибудь типа того. Да, вот, кстати, именно с этим магом, мне кажется, вот, именно, что Брюмастер будет именно фармящим. Хотя, опять же, могу ошибаться. Может быть, может быть. Надо, опять-таки, смотреть последний пик. Но пик, тем не менее, очень интересный. Достойное применение ультимейт с огромным уроном, конечно же, под, возможно, даже под лассо. Но очень интересно это может выглядеть. Ну да, под лассо, конечно, Sky Bros. Mage хорошенько заходит. Или под пиво, например, тоже под Slow Target очень круто будет. Ну да, там очень хорошее замедление. Пак. Но пак явный, наверное, Solomit персонаж в той ситуации, когда есть Dark Seer. Потому что можно, конечно, в мид поставить Dark Seer, а пака на сложную. Сейчас очень часто пака выбирают в качестве хардлейнера. Но мне почему-то кажется, что команда Power Rangers таким образом линии расставлять не станет. Ну и последний бан. Не знаю, от Жотма это, наверное, какой-то сейчас будет, возможно, Сэмми Керри какой-то такой. Или может быть Саппорт, или все-таки Сэмми Керри. Непонятно, да. Может быть, конечно, еще и будет Саппорт. Опять-таки, Мирана, Винга и кто-то еще. Кто-то, короче, о, Энигму боялся Жотом. Но под АОЕ Dark Seer и пака, конечно, Энигма вполне могла бы хорошо заехать. Там от Dreamcoyla не разбежишься. Раз от Dreamcoyla не разбежишься, прыгнет Dark Seer и стянет. Раз прыгнет Dark Seer и стянет, можно закастовать хорошенький Black Hole. А я вообще бы с удовольствием смотрел на Энигму в исполнении Power Rangers, или вообще в исполнении хоть кого-нибудь. Вот ПГГ жалко проиграл. Он бы, наверное, показал. Да, можно было бы, можно было бы. Ну, и Dread, в принципе, тоже неплохо на Энигме. Это мы тоже прекрасно понимаем. Жалко, что не увидим. Морфлинг. Один из моих, собственно, любимых Керри персонажей. Вот в пике сейчас у Virtus.Pro. Не факт, что это будет морфлинг на Изи Лейне. Совершенно не факт. Он может стоять в миде и стоять там он может успешно. И Сларка берут Power Rangers. Вот, пожалуйста, Сэмми Керри. Такой, наравне с Мираной, да. Ну, в смысле, не наравне, а в купе с Мираной. Будет таких вот более-менее два таких хороших персонажа в Лейте. Ну, и Винга, конечно, в Лейте тоже сильный саппорт. Не, ну, пики интересные, пики хорошие. А вот какой пик тебе нравится больше? Какой пик мне нравится больше? Мне больше нравится пик команды Virtus.Pro. Поскольку у Power Rangers что-то... Ну, у них, наверное, Мирана здесь будет саппорт. Ой-ой-ой-ой-ой, какую-то камеру включил нехорошую. Мирана, наверное, будет у них саппортить, раз в Джейкорн они играют. У них соответствующий запуг, как мы видим. Вот. И есть Сларк, который, ну, по идее, как бы должен, типа, фармить в таком случае. Им банально будет не поставить лейн. То есть, какую они триплу поставят с Патмой? С Дарксиром, что ли? Или там... Ну, если со Сларком, то можно сделать фармящего Сларка, и тогда, ну, Патма должна будет саппортить. Ну, в общем, сейчас увидим мы все прекрасно. Так, у команды Virtus.pro, значит, Джотом играет на Тринте, или Дан Марфом, Гот на Брюмастере. Вот, пожалуйста, Соломит Брюмастер, то есть, никакой-то не саппортящий. Да, NS SkyMag и Смайл на Бэтрайдере. Да, Смайл на Бэтрайдере. Просто с пеленок. Так, что-то, возможно, будет здесь сейчас происходить. Может быть, будет. Сейчас посмотрим, тут такие вот вещи имеются. И на Рошане видно... У NS очень мало армора, это надо прекрасно понимать, что NS является самой такой приятной целью для команды Power Rangers. У него нет армора абсолютно. Он получает очень неприятные тычки. Ну, тут, в общем-то, разминулись ребята, по сути, без такого существенного дэмэджа, без какой-то опасности для одного из персонажей. Разбегаются, разбегаются, разбегаются. Чуть больше, правда, урона получил Фенге, но тем не менее. Ну, это не так страшно. То есть, он там постоит, порегенится, танго сожрет. Главное, что никто не умер, нету какого-то преимущества в самом начале. Сейчас команда, наверное, провардит где-то, пробегают, получит какой-то вижен в самом начале. Ну, и тут на миде у нас стоит скандал против Брюмастера. Ну, Брюмастер вообще герой такой, которому попик, если честно. То есть, против большинства персонажей стоит хорошо. Особенно, учитывая тот факт, что он там бафнутый, да, его подняли там в последних апдейтах. Его крита, которая вылетает со стопроцентной вероятностью спустя 10 секунд без действия Брюмастера. То есть, ты подходишь, видишь пака, попадаешь ему клэпом, подчеркиваю, попадаешь. То есть, как-то надо, может быть, байтануть этот шифт, то есть, размахнуться, отменить, или как-то там по-хитрому заставить его этот шифт поражать. Может, чтобы саппорт какой-то вышел, пытался мне очень-нибудь скинуть. Попадаешь клэпом, даешь криту, и, ну, как бы у пака, наверное, уже как процентов на топе, на топе. Фрага Смайла Смайла, Смайла забирают на топе. Промахнулась Мирана стрелой, но, тем не менее, ФНГ прибежал на хосте и сразу же сделал очень-очень важный минус. Все-таки велика вероятность, конечно, что после такого фрага Смайл попытается уйти в леса и будет пропармливать там, но у него экспы сейчас нету абсолютно никакой, и, то есть, может быть, он, конечно, вернется и на лейн. Да, НС на боте у нас отгоняет, отгоняет у нас Дарксира и Морф потихонечку, помаленечку. Да, я просто предвкушаю, как Иллидан на Морфе будет терпеть за всю фигню. То есть, ну, перекачка очень хорошая. Тут, по сути, его... Подожди, вот Оперейшна кто банил? Мне кажется, Виртус Про банили Оперейшна. Оперейшна банили, да. Если Виртус Про банили Оперейшна, то, в принципе, понятно, да, то есть, они пикают Морфа, и если в команде соперника нет Оперейшна, мне кажется, самая такая неприятная вот вообще, вот это вот Контрак, Морфу, это Оперейшн, потому что ты ему попадаешь ультой, и он при перекачке не может себе восстановить ХП. Это очень... И более того, то есть, восстанавливая себе ХП, ну, как бы, перекачиваясь в силу, он не просто не восстанавливает их себе, он теряет при этом армор. И, то есть, он, по сути, делает себя менее плотным. Скандала тут немножко нехорошо, потачковал его год. Да, все здоровенным мечом. Да, это сложно, какая-то палка там, я не знаю, ну, да, наверное, все-таки меч, смотри. Ну, это клинок вообще написано. Русская дота говорит, что это клинок. Ну, а вот у меня, кстати, русская дота, она мне ничего не говорит, она мне не хочет со мной общаться. Так, на топе тут что-то может тоже произойти интересное. Вот Смайл сейчас не видит абсолютно никаких саппортов, побаивается выходить дальше, вот тут, по сути, мостика вот этого, боится, что там к нему зайдут, как-то зацепят. Ну, Вижена у него в вражеских лесах нету, то есть абсолютно непонятно, чем сейчас занимаются саппорты команды Power Rangers. Может, они там в мид вышли в смоке, может, они за Смайлом там пошли, может, они вообще на бот перетягиваются, но это, конечно, маловероятно. Стан, ароу, снимать. Ну, и Смайл уходит на Firefly просто-напросто туда за клифф, и тут уже его не подцепишь. Ой, да ладно, как плохо здесь J4, но выживет. Он попал, кстати, нормально, 50 кп остается. У J4 еле-еле выжил. Возможно, это поход до базы, а может быть и нет. Может быть, еще постоит. Год четвертого левела, по крипам у него будет, ну, практически столько же, сколько и у скандала, вот, собственно, о чем и речь-то, пауза. Да, при этом, возможно, вот там какие-то неудобства у Иллидана. Интересно, кстати, что он будет покупать первым айтемом, то есть морфы, они, их там закуп очень вариативный бывает. То есть это может быть паст Линка. Паст Линка, наверное. Это может быть паст Этериал. На самом деле паст Этериал, если дают тебе сделать паст Этериал, и ты покупаешь ему к тому моменту, когда у тебя начинается уже прокачка Адептив Страйка, это очень сильное оружие, но это, конечно, как у любого айтема, у него есть определенные минусы, да, то есть ты получаешь такой очень приятный шлепок там в какого-нибудь саппорта, но при этом ты, вот ты, по сути, скастил Этериал и все. То есть прыгнул, там, вейформ. Так, Элидан тут, ну, конечно, все вариативно, ситуации бывают абсолютно разные. Да, и продолжается игра в нос. Да, может, конечно, и не надо уходить, там, все зависит от того, насколько энами отфармил, насколько вы отфармили, что еще помимо Этериала есть. Ну, мы сейчас говорим именно о паст Этериале, который может позволить себе купить морф. Он сейчас находится на таком практически при фарме. Дарксира прогнали. Здесь мы видим, чеширский котчем занимается, там, пытается хоть что-то вывести. Вот, и Элидану здесь совершенно не обломно фармить. Это как раз-таки то, что нужно морфу получить немного своего фарма и потом просто-напросто унижать. Да, хотя Сларк, в принципе, тоже не особо напрягается. У него тоже все хорошо. Сларк, вот, как хардкери, в каком-то смысле против морфа, хороший персонаж, поскольку он статы там, ну, как бы, ты перекачиваешься, еще теряешь. Да, то есть это такая вот неприятная штука. Если он напрыгнет, начнет там статы воровать, это будет грустно для морфа. То есть в каком-то смысле можно сказать, что и такой, какой-то типа, что ли, контрящий, что ли, его. Да, и покупает или нет, конечно, это, если у соперника пик Сларка, это, если тебе хорошо заходит морф, это не значит, что надо типа, ёпро СТ, там Сларк, там морфа не буду брать. Нет, это не аргумент там против морфлинга. Морф, когда свое вывозит, он начинает очень быстро фармить с репликой, и, конечно, будет, это наверняка большой проблемой для команды Power Rangers. Год здесь мы видим с руной хосты, хотел я так, типа... Так, Arrow не попадает. Год все это прекрасно видит. У него нет еще шестого уровня, Праймал Сплита нету, поэтому лучше себя вести несколько поаккуратнее в этой ситуации. Да, даже несмотря на хосту. Да, даже несмотря на хосту. Мы подфармили здесь год, но, опять же, очень аккуратно, аккуратно. Он так уходит с линии ганга, а вот теперь нападает очень сильно. Посмотри, пытается... Arrow попадает. Году в года есть уже Праймал Сплит. И что-то мне подскажет, что он может пойти даже до Иванут, но никого рядом, по сути, нету. Да, и он решил, что наступать здесь не имеет смысла. Ну что ж, пока что всего лишь 1-0, никакие вышки ребята не ломали. Вот сейчас вот мы видим Дивардинг от команды Power Rangers. Поломали они на Ancient'ах команды соперника Ward. Ограничили Vision таким вот образом. Вот, возможно, именно из-за этого Vision не получилось года загангать. Он там, видно было, как он отходил, отступал вдоль речки, когда на него нападали. Да. На топе у нас Smile максимально пытается развлечь Сларка. Мы сегодня уже видели противостояние Бэтрайдера со Сларком, только там не Moon играл на Сларке, а ZXC. Закончилось все это печально для команды Virtus.pro, но тут уже немножко другая ситуация. Тут Hardlane-овый Бэтрайдер, он вообще никакого, наверное, права претендовать на фраг на Сларке не имеет. По сути, он там просто стоит, аккуратненько получает XPUB, вывозит там свой быстрый там, Blin Dagger, может, какой-то. Ну что, напряжение нарастает, ничего пока что не происходило. Затишье перед бурей прямо такое. Все аккуратно очень действуют. Поднял, кстати, скандал у нас в бутылочку руну. Да, он купил себе колечко, колечко, возможно, опять-таки, это Линка, но не факт, опять-таки, можно все-таки вывести и Этериал, просто для того, чтобы там поудобнее было как-то фармить, чтобы не так сильно харасили его. Тем более, практика показывает, что морф, который на абсолютном фрифарме покупает Этериал, он не имеет максимального уровня Adaptive Strike, то есть не такой. Ну, конечно, со временем он его получает и начинаются проблемы, но может он себе позволить так вот просто прикупить колечко и по сути стоять дальше. Ну, видимо, то есть, если это там какой-нибудь Ultima War будет или там Perseverance, то станет очевидно, что Элидан будет покупать здесь Линку. Ну, конечно, с покупкой Ring of Hells шанс покупки Линки возрастает. Понятно, что он скорее всего будет именно Линку делать. Очень много она дает. Слишком много, я бы даже сказал, полезного для морфа. Смайл получает стан. Ару на опережение, но Смайл стрейфится и не получает. Этот Ару, если бы получил, кстати, возможно, бы двинул бы Конни, хотя у Кота тут ничего нет. Был бы у него там еще, был бы вот какой-то левел хороший у Мираны, возможно, там, Дабл Старфол хотя бы первого уровня добил бы здесь Смайла, там, руками потыкать под террором и все бы получилось, но, естественно, этого ничего не было. Так, ну что, ПТ прилетело Паку. Сейчас должен осуществляться каким-то образом контроль рун от одной или от другой команды. Ну и вот, вот что-то такое. НС пока что еще без сапога даже бегает. Жотом пытается убежать от Чеширского кота, который на хосте, прячется в камуфляж. Ну, слушай, не знаю, не должно его сжечь, наверное. Чеширский кот пытается, конечно, его прочитать. Смотри, пытается сейчас вытянуть Лидана, больше какому-нибудь приятно, то здесь пак дает Сайлос, это фраг. И минус. Да, Пауэрэнджерс делает второй фраг на Амарфе. Причем, очень важный фраг, потому что практически прифармящий Морф, у него крипов, мол, столько же, сколько и у Сларка, левел у него огромный. Кстати, вот этот фраг и именно вот эти все фраги, которые были, начиная с первой, ну, хотя их всего два за почти руны забирали именно они, они все их контролили и все реализовывали. Ну, да, было такое, было такое. Не стану спорить, в ПНГ тем временем пока нету пака, на миде получает максимум экспы и золота, возможно, какого-то, которое ему там дают вынести. А Мун вообще не напрягается. Мун тут уже имеет на тот популярный айтем, который в последнее время стали покупать для Сларка. Вот и тут, собственно, могут начаться, конечно, какие-нибудь проблемы команды Virtus.pro. То есть, Теледан еще своих айтемов не имеет, ему еще и фармить, и фармить, еще раз фармить. Вот, подзажали вышку, посмотри, нападает, Сларк уже палит. Блинкдаггер, по сути, Жотан тут ушел в камуфляж. Ну, если есть чем подцепить, вот Бэтрайдер, смотри, Сайлл, Сайлл есть, у Инесса, но успевает Шадо Дэнс закастовать. Мун паунс у него откатится через две, одну Сайлл получает. Фичка нет, живет все-таки здесь, скандал рядом, и еще одну руну забирают ребят из Power Rangers. И уже немного J4, оставшись на топе, Соло, подпушивает линию, а тут у нас ребята из Power Rangers пытаются как-то немножко пропушить мид. Ну, конечно, максимум агрессии пытаются они сделать с этим Сларком, которого у Блинк Дайгера это понятно, Shadow Dance у него пока что нету, поэтому лишний раз там вылетать не стоит. Хотя его поконтрить весьма тяжело с вами, нападает на Инесса, Инесс по сути единственный персонаж, который способен поконтрить в данный момент Сларка. Да, и он умирает. Он умирает, здесь еще Дивардинг от Power Rangers делают они телепорт отсюда, ганганули Саппорта, но не совсем значительный фраг, я бы сказал, то есть пошли и убили Инесса, окей, четвертого левела, кстати говоря, Саппорта забрали, не так, что, конечно, и плохо, но ничего в этом мудр страшного, мне кажется, нету, то есть там опять-таки что касается Сларка, там Сларк пошел гангать, а может в это время очень плотно фармит. Да, вот мы видим, что он у него появляется. Ну что, наверное, на Нетворсе есть смысл переключить, Бремастер на фармил очень много, топ-1 по Нетворсу год, ну а потом уже у нас идет Сларкевич. Все-таки он ни разу не умирал, и какие-никакие два ассиста у него есть. Сларк здесь бегает, ищет жертву. Да, и жертву он нашел, конечно же, Жотом, он подцепил его сейчас Паунсом, и минус. Сентря это минус Жотом. Ну, белорусы, надо сказать, весьма безукоризненно играют, то есть получается там убивать каких-то саппортов, где-то напрягать, там, чтобы там Элидан как-то под вышку зажался, ничего не делал. Ну, Бремастер пока что... Да, вот, кстати, смотри, что пытается сделать здесь Бремастер, мы видим прекрасно, какой айтем он себе приобретает, и, ну, для Бремастера, который купил уже сегодня, ну, тут он спалился, уже понятное дело, наверное, не раз, для Бремастера, который покупал себе Мидас сегодня, ну, по сути, это фатальная ошибка оказалась, потому что он должен был врываться с Дайгера, он должен был убивать, и вот, по сути, сейчас то же самое происходит, да, будь угодно Блинк Дайгер, насколько больше бы грязи он смог сделать, то есть врываться как-то вот на эти там контрганги, ну, в смысле, на эти ганги как-то отвечать, а, да ладно, Иллидан потратил вейформу, сейчас успел подрубить перекачечку, да, перед тем, как получить Сайлент, должен выжить, он много очень ТП имеет, плюс Ливенгарм, вот там, который, не знаю, наверное, третьего, да, уже третьего уровня, да, очень опасно здесь Иллидан действовал, так, репочков добил, не ожидал, видимо, что так вот смогут поднапрячь, Ну что, ВП могут пытаться сейчас, наверное, драться, хоть и 4 фрага они отдали, по XP, а, по XP и по золоту у Power Rangers больше, кстати. Да, больше 2000, ну, немного, немного ПР. Но по Networxу мы видим, что, опять-таки, именно Бримастер и Морт находятся, впереди это говорит о том, что саппорта имеют намного меньше у Virtus Pro, нежели чем саппорта команды Power Rangers, та же самая кошка, просто на 1000 больше, чем у последнего саппорта, который там ей в спину дышит. Да, Карл мимо, удалите стрела в никуда. Пропушивают здесь, пытаются пропушить три игрока из команды Power Rangers с T1 на миде, но, Глип, Ювен, Фермор, ну, не знаю, Дефит вряд ли удастся Virtus Pro эту вышку, они все слишком далеко, было бы здесь хотя бы 2-3 человека, можно было бы попытаться с помощью телепортов Z-10 эту вышку и с помощью принта, но так они решили, что лучше просто расплитуют, там на топе NS с годом давят, на боте Иледан с Жотмом находится, ну, Иледан нисколько даже может пытается продавить эту вышку, сколько банально там что-то подфармливает. Сларк потихоньку копит свою денежку, вышел он сейчас в топ по NetWars'у, конечно, это такие очень мелкие вещи для 14-й минуты, там перепармливают на 200 золота Брюмастера, ну, и там, смотри, поймали J4 здесь, с МНСа, смогли его поломать, там на миде тем временем Смайл пытается что-то допармить, но ему, конечно, опять-таки никого на карте не видно, вот сейчас он видел этот террор, понимает, что вот он видит еще и Муна, который выпрыгнул из лесу, не особо охота, конечно, с элементацией, Virtus Pro идут сломать Т1 вышку на боте, используется фортификейшн, код заспавнится в ближайшее время не стоит забывать то, что у J4 имеется ультимейт, вот, как раз-таки детекшн, там, я не знаю, команда ВП есть или нет, там, наверняка должен, по идее, быть детекшн, добивает вышку Элидан, добивает вышку Элидан и просто-напросто, ребята, расходятся, так, вот, получает стан, ну, вряд ли его убьют, он, конечно же, кастит Праймал Сплит, Аро улетел слишком далеко и, ну, Мун закастил Даркпакт, в итоге выжил, в космос подняли здесь Мирану, Диспел, Сайланс, какая хорошая сыгранность от команды Виртус Про, очень четко, да ладно, Кота подобить, ну, Кот уходит, Кот уходит на стихо, J4, убегает он здесь, но, нет, Кот говорит, что нифига подобного, тем временем на боте продолжается файт, поставил Дарксир стенку, смотри, каким конвейером Виртус Про погибли, так, только хотелось похвалить, да, вот, за такую четкую сыгранность, типа, чат, давай, НС, я диспейлер, ты сразу вешаешь Сайланс, так и получилось, они вовремя, вот, скастили нужные скиллы, но Кота быстро не убили, чуть-чуть растянулись, там, подрезали, я не видел, в какой ситуации убили Бэтрайдера, да, и Гот при этом ушел именно вот от боя, да, добивать эту кошку несчастную, и, по сути, он там мог еще и Клэпом, конечно, что-то сделать, может, там, Пивчелло уже, Дан, при этом всем фармил, у него там сейчас с сейфлейна, наверное, минутик 18, такая, не самая быстрая линка, конечно же, но все же, там, обычно линку с ПТ, там, и какими-то полными стиками стараются вывозить где-то минутки к 14, да, тем более, что он еще одну вышку забирает, на топе уже Т1, да, ну, вот, по сути, вот, да, будет уже, наверное, линка у него, там, в ближайшее время, подкупит себе и потащит. Так, тут у Элидана такая небольшая проблемка есть, нет, успевает, на миде, на миде, на миде, поймали, Джейфор Сайлос, уже подвези, подвези туда Смайл, он не сразу подвез, и не так много дэмэджа, выживает, Джейфор выживает, здесь получает урну, но тут немножко не попал, не знаю, либо НС виноват в том, что не попал, там, как-то далековато скастил, либо Смайл не сразу подтащил, то есть тут сложно сказать, тут инициирует скандал, Арау мимо, все мимо, но Смайла должны добить. Минус Смайл. Смайла должны поймать, поймать, посмотри, просто как читает Мун, он просто прыгает на Жотма, который в камуфляже здесь был, возможно, это будет сейчас попытка от команды Power Rangers выйти на мид-лейн и поломать там Т2, но поломать-то, не знаю, вряд ли получится, все-таки не стоит недооценивать похмелье Брюмастера, может он ворваться, то есть у тиммейт у него давно еще не кастовался, то есть может он как-то раскидать здесь ребят из Power Rangers, делает он так, ну, пожалуйста, Блин, Клэп, Праймал Сплит, но ребята сразу же пытаются разбежаться, надо кого-то хоть, хотя бы кота подняли, дисплейлом не попал, что ли, я чуть не заметил, нет, дисплейла еще не было, это был дисплейл, вот сразу же прыгает оттуда, под Ультом, под своим кирпич получает, либо у него больше нет, но есть Сёрдж, Сёрдж очень хороший от Шача там, и заканчиваются дасты, и можно попытаться, не, все, J4 выживет здесь, там поймали Вингу на ближе, ага, да, ближе тут к Эншин, там все-таки хоть кого-то схватили, ну, кстати, заметь, Т2 они потеряли, Виртуз Про потеряли Т2 вышку, и это мало в этом приятного, конечно же, мобильность это сильно ограничивает, но в отметку забирают Т1, ну, вот, сейчас идут Виртуз Про драться без Праймал Сплита, идут Виртуз Про драться, ну, кстати говоря, тут есть очередный скил, тут, кстати говоря, вот такая еще штука имеется, сейчас показал я Убрюмастера, что тоже не круто, конечно, Элидан, так, вейформ, адептив, уходит на реплику, фармит топ, а там в миде продолжается файт, сжет погиль, ну, он таким образом просто развлекает, да, соперника, типа, такой неуловимый морфинг, вот, если бы скандал там с Сайлансом бы ему попал, я думаю, что Элидан не был бы так счастлив сейчас на топе, фармяк репов, он, скорее всего, оказался, возможно, где-то в таверне, но, тем не менее, линка у него там есть, и сверху еще какое-то количество золота также у него имеется, может быть, может быть, манта, наверное, даже будет оптимальным айтемом сейчас против Сайланса или каких-то других там неприятных вещей, там от стана винги тоже отмонтиться можно, по идее, но это надо быть, конечно, Джеки Чаном, каким-то, ну, на пинге, естественно, то есть, судя по всему, ребята на каком-то пинге играют, на таких вот турнирах, где ты там с пингом 5 катаешь, то, наверное, там очень удобно монтиться от всяких станов, которые в тебя летят, и в итоге ты их просто проглатываешь и не получаешь. Да, в мунте временем собирает очень такой неплохой девайс. Ну, в мыслях у него его собрать, конечно же. Смотри, подцепили здесь чешевского кота, Сёрдж, граната, неужели вы же адептив, Арау летит в реплику, прямо попадает, Арау, вот это да, вот это было что-то с чем-то. Элидан просто сделал реплику для того, чтобы уйти на эту реплику и дать последний удар, но из-за того, что попал Арау, он просто не смог этого сделать, это так смешно, если честно, было, но, видимо, так, Сайлотс от Пака, в Года, Арау снова мимо и Готов на трёх и так просто успевает ультануть. Здесь очень быстро Мирану, ту самую Мирану, которая попала этот великолепный Арау, Пак прячется в шрифт, у него, да, Паку здесь не выжить и надо как-то чуть-чуть аккуратно сейчас сыграть Года, потому что у него будет очень мало хитпоинтов, там какой-то Ион Шеллова шальной зацепит или ещё какой-то может нюк, да, вот он мы видим прекрасно отступает, там пьёт баночку, Ливен Гармором его лечат и после этого размена, конечно, Пауэррэнджер рискует потерять Т2 на топе. Но тут ещё такой пассажир, как Дарксир, в принципе, есть, вот так вот просто стягивает Сайлоса, ударил, он не успел, он не успел поставить стенку, но вообще даже если бы захотел на эту стенку поставить, ему не хватило бы банально маны, она стоит три сотни, у него там две сотни маны сейчас его скастил. И разбегаются в разные стороны Virtus.pro. Вот так вот просто потеряли трёх персонажей ПР, да, там или сколько там они потеряли, просто вот взяли и пам, задей пили стяжка, прыгнул Сларк, убил Саппорта и побоялись ВП дальше файтиться. И пироги. Да, тем более никаких ультимейтов уже не было, поэтому ему драться было бы, наверное, неблагоразумно. Буду стараться почаще показывать вот эту вот табличку сайта моим, потому что я сейчас там кликаю на Дарксир и смотрю, там Мидасы какие-то невероятные, да, которые я за эти 20 минут не видел. Но в любом случае Дота ТВ она здесь показывает и даже так-то по сути должны, наверное, люди, которые трансляцию смотрят, замечать эти вещи. Тем более мы там практически стараемся не палить инфу. Конечно, не всегда это получается. Иллидан сбили линку, под Сайлансом находится реплика, есть реплика, есть у Иллидана, Иллидан терпит Гост Септер, ушел в эйформу. Да, Ладепти? Иллидан тут Ну, долго, конечно, трипал нервы, но на реплику он, естественно, ушел. Здесь попытались забрать Муна, но он все сделал четко. Был потрачен ультимейт от НСа и от Смайла. Ну, сломай дальше вышечку ПР. Опять врывается наглый Иллидан, который нифига не боится. Очень нагло, очень нагло. Нифига не боится Иллидан. Перекачка... Ну, много впитал парень, тем временем, посмотри, поймали НСа на топе. Там был небольшой файт. Да, это Сларк со Скади, конечно, очень даже дает неплохо. Ну, Скади, конечно, это круто, но тут и все-таки много неприятных особенностей, да, вот против Сларка играет. Это и... Ну, в первую очередь это Сайланс Скайвер Смейдинг. Да, вот он неприятный. Тут, возможно, будет потом делать БКБ. Сларк, может быть, конечно, и не будет, не знаю. Посмотрим. Т2-вышка потихоньку начинает падать. НС разоберут ее ФРМ. Сбирают Power Rangers очередную Т2-вышку на боте. Больше внешних вышек, соответственно, на боте в миде нету. У Virtus.pro на топе только там полная линия, у них стоит две вышечки. тоже чем-то потихоньку начинает тариться. У Virtus.pro решили не депить Т2, но идут тем временем атаковать Т1. Да, возможно, в каком-то смысле. Лидан здесь такой, типа, классный. Вылетает самый первый. Вылетает самый первый. Ничего парень не боится. Ну, кстати говоря, редкий клип. И скандал динает. Скандал динает. Вышечку красава. Скандал. Неплохо. По дауру венги. Все это происходило. Сларк просто напал в спину. Убил Энесса. Попытка сейчас убить Чуширского кота. Ну, уже надо через адептив как-то забрать Чуширского кота, у которого, кстати говоря... Стенка Джотом очень сильно получает от Муна. Сейчас будет умирать. Умирает Джотом здесь. Сларк может неслабо нашпиговать здесь. У него уже 15 агил и своровано. Одного Дарксира ребята поменяли в двух саппортов у Хардлейнера сейчас. Морк при этом все, конечно, остается в живых. Ну, да, со Сларком, конечно, вот он начинает сноуболить уже слегонца. Самую малость. Самую малость, да, вот у него мы видим, что появляется, к чему все это ведет, что это будет за айтем. Да, и это будет больно. Не боится, да, наверное, зря. Конечно, Silent Sky vs Major это неприятная фигня, но, опять-таки, аутов у команды Virtus.pro против Сларка не так много, если честно. То есть, наверное, там какие-то безопасности, лучше выходить в какие-то более агрессивные айтемы для Сларка в данный момент, как мне это видится, нежели чем... Ну, особенно... Ну, как бы это зависит от уровня игры Сларка, да, то есть, если Сларк там суперкрутой, там вовремя Dark Pact жмет, да, он прям читает, смотрит, видит. Да, если делать все четко, то убить его очень сложно. Естественно, нету таких прям... Если только он стоит, нифига там не видит, Бэтрайдер цепанул его в лассо, привезли, в пятером убили. То есть, вот так его легко забрать. Каская мага и все. Как-то если вот он все... Если вот он прям видит, как там замахивается, то вот персонаж, как там... Он видит, как замахивает CNS на каст Сайланс, да, он сразу же там кнопку на Dark Pact и хоп, жмет, и в итоге Сайланс этот ловко сбрасывает. Он запокусить его так просто уже не получается, у него там 1700 кп, у него Shadow Dance уже второго левела, скоро будет третьего, очевидно. Да, очень серьезный парень. Есть такое дело. Купил он рецепт уже. Что там у нас с графиками происходит? Давненько я их не смотрел. УПР небольшое преимущество, ну, в качестве Лидан у них небольшое преимущество, а вот в золоте 7,5. Это сказывается, конечно же, вышечки, которые они забирают. Сказывается Слар, который много фармит. Но я не могу говорить то, что Иллидан фармит малый. Иллидан фармит тоже довольно много, учитывая то, что он может позволить себе какие-то лишние выпады в сторону команды соперника. Причем постоянно. Да, тут постоянно Армимен отключает у нас Иллидан. Здесь у нас у Смайла вытягивает он. Смотри, смотри, Чеширского Кота должны убить. Хороший Слапа. Адультой подмыв. ФНГ впитывает. ФНГ в скандал. Цепляет троих. Ароу мимо. Не попадает он в огненную панду. Забрали огненную панду, которая наносит максимум дэмэджа. ФНГ. Попытался останавливать Смайла, не получилось. Нету просто дэмэджа у двух вот этих вот панк. В итоге выживает здесь ФНГ, но Гот прыгает, в итоге добивает его. Там на хайграунде под эншентами у команды Power Rangers небольшая проблема. НС промахнулся ультимейтом, умер. Да, наверное, у Virtus.Bros здесь все-таки больше проблем. Вот этот НС погиб. Сейчас надо попытаться как-то за скандалом. за скандалом. Да, он не выживает. Гем теряет. Надо забирать сейчас срочно гем. У Brimaster 16-й левел Primal Split с Аганимом. 19 секунд. Три панды бегают. Да, вот это да! Вот это Чеширский кот, конечно, включил. Здесь Мун. Настреливает. Режим мужика просто включил. Забрал Жотмана. Но не более того, скорее всего, потому что... К сожалению, стрела промахнулась. Или баш. Нет, баш. Реплика. Прыгает. Догоняет Иллидана. Гост. Перекачечка. 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 Нет, это Дарк Пакт. Даблкил от Муна. Да, очень важный фраг сделал сейчас. Вот я-то думал, что все-таки уйдет здесь Морвен. Но вот опять мы видим этот Лаки Баш. В каком-то смысле, потому что, да, он его побил какое-то время. Может быть, он, конечно, там... Если побольше помонтил бы в этой ситуации, да, там, не проперся на баш, там, может, там, что-нибудь там скастил бы. В итоге ушел бы на реплику, которая убежала намного дальше, чем она убежала на самом деле и там затерялся бы каким-то образом в лесах. Там могло получиться что угодно. Да, и после файта вот графики, конечно, немного опять скакнули в сторону ФРов. все-таки убийство Морва сказывается. И забирают Рошана у нас. 28-ая минуса ровно, минус Рошана, Аегис для Сларка. Вообще, такое ощущение, что Сларк как будто создан для этого айтема, потому что он тоже прыгает, прывается, никого не боится. У него есть Дарк Пакт, у него Шэдоу Дэнс, который позволяет ему большинство дизейблов просто-напросто игнорировать, если вовремя все это дело нажимать. Но с Аегисом это и, в принципе, подавно, да, он может там игнорировать, пойти, просто стату воровать. Сларку главное бить, то есть он должен подцепить и бить, 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 воровать статы и потом уже с бешеным демиджем вгрызаться там после там 15-20 секунд тимпайта в зависимости от того, И просто за несколько тысяч убивать любого. Да, он на это способен, конечно. Ну что ж, 29-ая минута подходит у нас к концу. Счет 18-9 в пользу команды Power Rangers. Но они уверенно шли, конечно, на этой карте к победе. Конечно, эта игра далеко еще не выиграна, это понятно, потому что начинает все больше и больше появляться у Morphling'а, там, наверное, уже какой-никакой... Поймали здесь Элидана, Хекс. Перекачечка, однако. Перекачка, вбрывается год. Да ладно, реформ. Перекачивается. Дали ему маны, и тут поймали, посмотри, как царский поймали. Ребята из Virtus.pro, белорусов сейчас подняли в космос Сларка, который... Ну, а пусть... У него Аегис. Тут, как бы, лучше лицом-то не торговать, по-хорошему. Дали ему... И еще один циклон, прям в Сайлансе. Врывается, пак. Это большая, на самом деле, ошибка, потому что он под Сайлансом был в циклоне. Это плохо, его можно было бить в это время. И неужели он идет? Нет, все-таки умирает. Теряет Аегис. Если кто-то, кто может помочь здесь Сларку, непонятно, подходит Кот. Кот попадает Ару в Жотма, Жотом погибнет. Но Сларк забивает, а Жотма, он прыгает за более значимыми персонажами, может попытаться убить Года. Минус мау. На башне проперся здесь на этот раз Мун, и в итоге Год спасает. 4 в 2. Тем не менее, 4 в 2. Но это Аегис, да? Да, это Аегис, конечно же. Мы понимаем, что этот файт стоил того. Versus.pro в итоге разменяли, отдали огромное количество фарма Муну, который, по сути, просто разменивал этот Аегис. Ну и там даже вот этот вот Циклон, который Брюмастер скастовал, я думаю, что вряд ли что-то бы изменилось, если бы его запокусили раньше. Но при этом, заметь, большинство файтов Мун находился у нас именно в дизейбле, поэтому он немного слишком нагровал. Да, да, это верно. То есть, Год здесь надо отметить его игру, то, что он следил, и Брюмастера дизейблил на максимальном уровне, и это, конечно, круто. Вот, но там, мне кажется, что второй Циклон, возможно, был немного сомнительный. То есть, ему как раз-таки повесили Сайланс, все игроки рядом, а он в это время просто как бы в Циклоне летает, его никто не может запокусить. Ну, не знаю, это как просто мне показалось, я весьма часто ошибаюсь, конечно, намного виднее игрокам, которые там сидят, но задиспелил он его сразу. Постарался. Замеченый у нас Мун приобрел, я думал, что будет продолжение все-таки старых вещей, грубо говоря. Ну, или Дан тут тоже кое-что тут у нас прикупил. Да, да. Так, смотри, поймали реплику, или что это было, я честно говоря, не знаю, да. Да, это была иллюзия, или что это? Да, это была иллюзия, скорее всего, реплика Дарксира как-то это, как-то это, сами же Virtus.pro поймали свою же реплику Дарксира, это как-то звучит немного странно. Ну, да, какая-то там, да, Сларк тут руну иллюзий задействовал, виду, наверное, все-таки. Скорее всего, на какую-то иллюзию сагрились, там не особо следил, что там происходило. Большое затишье на карте. Потопа двигается тут Мирана, вместе с Дарксиром видит это у нас Virtus.pro. Иллидан отстает от Сларка ровным счетом, ну, наверное, на один слот. Ну, если считать Blinkziger, то даже, наверное, на два через Этериал, что-то там пытались добить его, но Мун уходит в Shadow Dance и остается в живых. Ну, идут дальше, по сути, ломать Power Rangers T2 на топе. Чувствуют они, видимо, сейчас преимущество от команды соперника. Готовы, подраться за T2 сверху. Сларк как нагло прыгает, ничего не боится. Две тысячи, практически две с половиной тысячи хп у Муна, там, две триста, да, если быть точным. Вышка очень быстро падает. Но при этом, что-то Данса нету. А нашли, Смайла нашли! Дексисвап, очень четко. Минус. Попытался дать Селедан. Очень много демэджа получает здесь Сларк, но надо его попытаться дофокусить, иначе это все бесполезно. Нет, живет Сларк, минус НС. Ну, да, похоже, что Мунт сейчас просто-напросто отрегенится, и будет борода. попоймали J4, у J4 нету липа пока что. Убили огненную панду, она на основе с основной демэджем. Ильдан, Хекс. Ну, тут, по сути, стоит, да, стоит Шторм Панда. Остается здесь живой год, и Тим Вайп в исполнении команды Пауэрэнджерс. Очень тяжело сейчас приходится ребятам из Битус Про, и они пишут ГГ, понимая, что отдают они как минимум один лейн. Так, что-то за пауза какая-то от ФНГ внезапная, тактическая. Нет, все-таки это ГГ, скорее всего. Да, матч проходит по системе БО3, поэтому следующая победа для Виртуз Про будет окончательной и бесповоротной. То есть они, выиграв следующую карту, станут победителями этих клапсов в Минске. Да, Пауэрэнджерс именно ими и станут. А не Виртуз Про. Если выиграют, да. Да, если выиграют. А Виртуз Про нужно закомбетчить две карты подряд. Да, по сути, у ВП...